Приветствую моих немногочисленных подписчиков, а также случайных гостей канала. Сегодня я снова в гостях у своего приятеля Йохана в северных Нидерландах. И сегодня я хочу показать вам вот этот замечательный 968-й Запорожец. Ушастый Запорожец, легендарный в какой-то степени, в таком интересном лимонном цвете. Мне нравится встречать советские автомобили на дорогах Европы, это необычно. Эти автомобили здесь вызывают неподдельный интерес, но в целом в советских машинах я не разбираюсь. Поэтому не ждите от меня каких-то технических подробностей, каких-то интересных фактов из истории этой модели. Я просто покажу вам эстетику этого автомобиля. Тем более в таком состоянии машины встретишь нечасто. И разглядывать их это одно удовольствие. Прежде всего скажу, что мне нравятся задние фонари. Когда задние фонари у Запорожца круглые, это выглядит классно. Напоминает BMW 2002. Очень-очень необычно. Потом они стали прямоугольными и уже не так красиво они смотрелись. На мой взгляд, черные рамки говорят о том, что машине больше 40 лет, а владельцу не нужно платить налоги за нее. Но с налогами в Нидерландах все не так просто. Да, олтаймеры здесь приветствуются. Но другие автомобили здесь облагаются довольно высокими налогами. Величина этих налогов зависит от типа топлива. Здесь ненавидят дизель, стараются от него избавиться. И стараются перейти на электромобили. Даже в маленькой деревушке вот здесь, видите, есть зарядная станция для электромобилей. Вот как раз таки электромобили облагаются самыми низкими налогами. Ну и так же зависит величина отчисления государства от веса машины. Чем тяжелее ваш автомобиль, тем сильнее он, соответственно, влияет на дорожное полотно. И тем больше вы должны платить в казну для ремонтных дорог, ремонтных работ. Ладно, возвращаемся к Запорожцу. Здесь все в идеале. Хромированная решетка. Навеивает приятные воспоминания, ностальгию. Немножко выцвевший шильдик. Ну и в остальном это многим знакомый силуэт. Воздухозаборники, уши. Усиливается ветер, давайте прыгнем в салон. Я на Запорожце никогда не ездил, никогда в нем даже не сидел. Поэтому мне интересно заглянуть в салон. Ну, что здесь кидается в глаза? Прежде всего, конечно же, состояние. Здесь все в идеале. Все элементы интерьера на своем месте. Все работает. Ну, так же кидается в глаза аскетичность этого интерьера. Посмотрите, здесь ничего лишнего. Не только лишнего, здесь и необходимого многого нет. Конечно же, никакой аудиосистемы. Насчет обдува, например, лобового стекла, я тоже как-то не могу сейчас сходу найти его. И в центре всего интерьера, в центре дизайн-кода, скажем так, у нас пепельница. Логотип и пепельница. О, какой-то мотопробег. Тесла и какие-то мотолюбители. Харли Дэвидсон. И другие мотоциклы. Так, ну и что, возвращаемся к салону. Удивительно, что по центру салона, по центру приборной панели, здесь у нас только пепельница. Пепельница и логотип ЗАЗ. Такое ощущение, что владелец запорожца должен был только вот ехать и курить, наверное. Ехать и курить. Такой чрезмерный аскетизм. Инструментальная панель тоже такая, очень неинформативная. Здесь только топливо. Уровень топлива, уровень давления масла. Спидометр расчерченный до 140 км в час. И пробег 59 тысяч. И все. Ну и понятно, что советские люди хотели как-то приукрасить интерьеры своих машин. И вот здесь мы видим такой тоже характерный элемент декора, характерный элемент тюнинга и стайлинга того времени. Это вот такая оплетка руля. Из проволоки. Да, я думаю, что многие помнят такую из детства. Посадка такая здесь, не скажу, что удобная. Очень мало места для ног. Моя левая нога упирается в арку колеса. То есть с комфортом здесь не посидишь, но многие советские машины, они были созданы не для комфорта. И сзади, конечно, места тоже мало. Но машина компактная. Удивляться не приходится. Свои задачи она в свое время выполняла неплохо. Какой маленький рычажок переключения передач. Я бы даже сказал джойстик. Вот такой вот небольшой спонтанный обзор получился. Даже не обзор, а просто знакомство с запорожцем. 968. Если вам было интересно, если вам интересны такие машины, пишите комментарии, подписывайтесь. Обязательно буду знакомиться с другими интересными машинами, которые есть у меня на примете. А что это у нас такое? Катаясь на велосипеде в соседней деревне, заметил знакомый силуэт. Подумал, что это еще один запорожец, подъехал поближе, но нет. Оказалось, что это НСУ Принц 4. Очень внешне похож на запорожец, ранее упомянутый в моем видео. Считается, что советский автомобиль был скопирован с НСУ. Но, насколько мне известно, дизайнеры и советского, и немецкого автомобиля вдохновлялись Chevrolet Corvair заднемоторным. Ближе подходить не буду, это частная собственность. Но находка классная. Даже собака, кивающая на кочках, на задней полке стоит. Такие тоже многим знакомы. Еще один советский автомобиль в Нидерландах я увидел в совсем неожиданном месте, в местном супермаркете, в отделе сладостей. УАЗ. Не пробовал эти печеньки, надо будет как-нибудь попробовать. Ну и как обычно, автомобильные Нидерланды удивляют, что это у нас здесь, неужели копейка? Ха! Вот так встреча! Действительно копейка в городе Гронинге, северные Нидерланды. Ха-ха! Класс! Каждый раз встречаюсь что-то интересное здесь. Каждый раз встречаюсь.